22 круг. Мне камеру сделаешь, чтобы я не срезал. Дарвину Закирьяновичу сегодня 80. В группе студентов его можно узнать разве что по седой бороде. Фору студентам дают в 20 кругов, а юбилей отметил забегом на 10 километров. Дорожки, парков, биатлонные трассы, лесные тропинки стали для меня спутниками жизни. Я с любовью выхожу на эти пробежки и отсюда черпаю заряд здоровья, заряд бодрости, настроения и желания еще дольше жить. В университете Дарвина Валеева уважают. В день рождения на беговую дорожку с ним вышли не только студенты, но и профессоры. Не помешал даже весенний потоп. Пожарные накануне откачали всю воду со стадиона. Ой, класс! Спасибо, ребята! Век не забуду! И вы меня! В 80 лет человеку он бегает с нами, подтягивается с нами, приседает на одной ноге. Заключаем с ним споры, к примеру, подтягивания. И он все время нас выигрывает. Мы дарим ему шоколадки за это. Смотришь на этого человека и как будто появляется вторая сила. Это стремление быть таким 80 лет. Это сложно. Для меня, для Дарвина Закиреновича это, видимо, легко. Поддержать атлета пришел давний друг и болельщик Геннадий Сергеев. Они вместе учились в техникуме физической культуры. Дружат 65 лет. Сегодня Геннадий Сергеев посвятил своему другу стихотворение. Бегайте кроссы, бегайте чаще. Вы же спортсмен, спортсмен настоящий. Профессиональным бегом юбиляр занялся только в 49. К этому его подтолкнул коллега-преподаватель. А сегодня на счету Валеева 115 забегов в разных странах мира. От старта к старту, от финиша к финишу все это увлекало. Были моменты, конечно, забросить кроссовки, повесить на гвоздь, так сказать. День-два отдыха, опять проходил на тренировки, опять смотрел календарь пробегов. Мы, марафонцы, не стараемся за какими-то медалями, за призовыми местами. Это очень трудные, очень длинные дистанции. Тут самое главное победа – это финишировать. Радуешься, как дитя малое. Бег – не единственное любимое дело. С юности наш герой занимался бадминтоном и гимнастикой. После стал тренером. Вести две секции одновременно было тяжело. Пришлось выбирать. Я год веду параллельно и гимнастику, и бадминтон. Какой вид выступит на спартакиаде вузов, такой вид оставим. Гимнасту мне заняли третье место, а бадминтон первое место занял. Гимнасты, конечно, очень были огорчены. Сегодня у Дарвина Валеева около 1200 учеников. Среди них и пятикратные чемпионки России. Многих он помнит по технике, по манере игры. Всех считает своими детьми. А ведь некоторым из них уже за 60. 20 лет я занимаюсь, и 20 лет у меня тренер Валеев Дарвин Закирьянович. Добрый, отзывчивый. К нему можно прийти домой, рассказать, как у тебя дела, поделиться какими-то проблемами. И он поддержит, никогда не осудит и даст верные советы. Он не только тренер, он поддержка, опора. Вообще всю жизнь можно к нему обратиться за любым советом. Когда мне было 60 лет, я за месяц-полтора сказал ребятам, я бросаю бадминтон. Они все замолчали и в течение месяца ходили как на цифрочках. Проходит 12 апреля. Одеваюсь, иду в спортзал, и полный спортзал моих воспитанников. Как тут можно бросить? А 22 апреля у Дарвина Валеева появится значок судей всероссийской категории. А все из-за жены. Он сопровождал ее на соревнованиях по бадминтону. Сегодня Галина Валеева ведет группу здоровья. Уверена, спорт развивает силу, гибкость, ловкость, улучшает зрение и семейные отношения. У нас общие интересы. Мы друг друга поддерживаем. Я ездила с ним на очень многие марафоны. Он выезжал и в Германию, и в Берлин, и выезжал в Торонто. Там он по своей группе за первое место подарил медаль своему младшему внуку. И дети нас, и внуки поддерживают, и мы сами друг друга поддерживаем. Скоро Галина Валеева поедет в Испанию на чемпионат Европы. Выступать будет в группе 75+. А вот соперников для Дарвина Закирьяновича теперь найти трудно. Разве что поклонников. Выглядеть так 80, быть здоровым, бодрым и заниматься любимым делом, пожалуй, мечтают многие. Алина Таюпова, Марат Янтудин, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.